Доброго утра! Доброе утро! Это «Завтрак со звездой». У нас в гостях режиссер Сарик Андреасян. Здравствуйте! Здравствуйте! Сарик Андреасян – российско-армянский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Начинал карьеру на телевидении. Успел поработать с голливудскими мастерами кино. Считает, что России нужны хорошие комедии. Не признает триллеры и мистику. У нас утренняя программа, поэтому мы всех гостей спрашиваем, как обычно начинается ваше утро. Ну, мой специальный способ – их два. Либо это будильник, либо меня будет ребенок. Я знаю, что какая-то совершенно потрясающая история вашего переезда сначала в Питер, потом в Москву существует. У нас было девять друзей. Мы все были творческие ребята. И, соответственно, мы подумали, что вместе переезжать дешевле. Потому что в одной квартире жить девять человек и скидываться по 20 долларов – это как бы значительно понятнее. А как долго вам удалось в двухкомнатной квартире? Я имею в виду, соседи не жаловались? Соседи жаловались. Нас один раз даже с одной квартиры просто выгнали. В 7 утра пришла хозяйка. Обнаружила девять человек спящих. Яна сказала, господи, что происходит в моем доме? А ей пожаловалась соседка снизу. Она сказала, что очень много моются, что постоянно работает душ. Но это было весело. Я вспоминаю о этих временах как о очень прекрасных. У вас недавно вышел прокат фильм «Мафия». Вы расскажите о том, как вообще вы его снимали? Ну, снимали мы… Любой большой фильм снимается долго. Месяца три снимали, готовились, наверное, столько же. Но потом мы полтора года рисовали компьютерную графику. А почему именно фантастика? Мне, в принципе, нравятся всякие киновселенные, вымышленные миры. Потому что я, в принципе, думаю, что в кино люди идут за какой-то сказкой, которой нету в телевизоре, так скажем. И там в повседневной жизни. Ну, я так воспринимаю кино. Поэтому этот жанр интересен. Я беременный. Это правда. А отец кто? Ну, если я мать, значит, и отец. А скажите, какая ситуация сейчас в кинопроизводстве? Что происходит? Я имею в виду экономические реалии наши. Экономические реалии, я думаю, что очень плохие. Потому что людей в кинотеатрах все меньше и меньше. Опять же, очень много можно посмотреть в интернете, очень много можно посмотреть по телевизору и платить 500 рублей за билет. Не всегда людям под силу. Кино делают зачастую люди из немножко эмоциональных побуждений. Те, кто любят кино. Потому что, я не знаю, построить здание и сдавать его в аренду значительно выгоднее, чем снимать кино. Кино – это все-таки творчество. Вы вкладываете в людей и зависите от того, получится у них или нет. Если у них не получилось, то у вас есть проблемы. Если у них получилось, возможно, там, люди придут и вы окупитесь. Но в любом случае вы рискуете. Вас, кстати, ведь часто критикуют за вот эту позицию, что вы воспринимаете, вы говорите о кино часто как о бизнесе. Да вы знаете, я просто по-другому не умею и не знаю, как это делается по-другому. Я мыслю так, что если мне кто-то доверил рубль на кино, я ему как минимум этот рубль должен вернуть. В договоре есть такой пункт. Форс-мажор называется. Форс-мажор – это когда у тебя мать такая, у которой рюки как крюки. Только не знаешь, что тут вмешается под ногами. Да. Форс-мажор – это потрясающая женщина. Форс-мажор – с праздником вас. А чем отличаются съемки в России от съемок в Америке? Я не скажу, что разница была глобальной. Ты не можешь устроиться на 10 миллионов фильмов на работу, если у тебя нет определенного количества лет со спиной. Средний возраст работников у меня был 40+. В России, наоборот, старше 40 на площадке не найдешь. В России это такая очень молодая профессия. Из-за этого, наверное, очень много бывает непрофессионализма, потому что просто нет опыта. А глобальное было отличие – это, конечно же, актерское отношение к профессии, то, чего я не вижу в России. А вот именно с точки зрения группы, то есть люди отдаются точно так же и здесь, если их мотивировать. А там актеры… Ну, у нас были сцены по 7 страниц, и они знали эти страницы наизусть. А у нас такого нет? То есть никогда. Спасибо вам огромное. Может быть, пожелаете что-то нашим телезрителям? Я могу пожелать просто терпения, здоровья, ну и самое главное – просто не обращать внимания ни на что. Все будет хорошо как бы. У нас в гостях был режиссер Сарик Андреся.